В последнее время я много говорю о благодати. И я знаю, что мало говорю. Потому что, во-первых, я ее сам до конца не познал. И даже то, что я познал, я сам не могу его правильно передать. Потому что есть вещи, которые легко объяснить. А есть вещи, которые ты знаешь, но у тебя не хватает ни сил, ни слов, ни эмоций. И вот вы говорите это все. Как сейчас вот брат передо мной, Женя говорил. Я не должен был вообще жить на земле. Я родился с врожденным пороком сердца. Мне в ранних классах в школе не разрешали бегать, потому что я мог умереть на физкультуре. Но и когда я смотрел, что учитель и медсестра не видят, я бежал быстрее. У меня в жизни было много таких разных ситуаций, что, ну, я мог умереть. Ну, и вообще, у меня в нашей семье были такие ситуации, что два раза люди приезжали на мои похороны. И один раз приехала группа молодежи с другого города найти похороны, стучат в двери, а я открываю двери. И одна чуть вообще в оборок не упала. Вы, слушай, мы же приехали тебя хоронить, а ты че, живой? Понимаете, это все Божья благодать. Помните, мы с вами говорили, что благодать есть спасающее? Пример. Это было в нашей местности. Советский Союз распался, и начинается новая страна. И были две подруги. Очень хорошо дружили, очень близкие подруги. И у одной, и у другой было по одному ребенку, у них семейная жизнь не получилась. Они неплохо выглядели, им дали предложение хорошую работу в Европе. И одна сказала, нет, я никуда не поеду, я останусь с своим ребенком дома. Другая поехала в Европу на заработки. В принципе, она знала, что она идет на легкий труд, на легкий хлеб, имеется в виду. Да, она очень быстро заработала большие деньги. Но когда она вернулась, в принципе, без здоровья, без будущего, без ничего, она просто своим телом зарабатывала деньги. А та другая, которая осталась, так получилось, что она попала в церковь, познала Господа. Она не имела много денег. Но она сохранила свою семью. Ребенок, который с ней вырос, они бы остались счастливы, они знают Бога. Подруга, которая приехала, как я говорил, что расстроенное здоровье, и с дочерью не получился контакт. Ее дочь тоже пошла на легкий хлеб. И она не была хорошей отношения с ее дочерью, и ее дочерь тоже пошла на легкий хлеб. У этих двух женщин было одно и то же предложение. И как одна, так и другая сделали свой выбор. Мы иногда, выбирая, как будто что-то лучшее, мы не понимаем, что мы можем потерять намного лучше. Иногда, когда мы сделаем выбор, кажется, что это лучше, но мы можем потерять что-то лучше. Бог всегда предлагает людям свою благодать. Бог желает спасти каждого. И если придут ко мне все концы земли, я спасу их. И получается, когда человек выбирает спасательную благодать для себя, И следует этой благодати, или живет этой благодатью, Второй шаг, Библия говорит, что это научающая благодать. И получается, человек растет в благодать, и растет в Боге, с Богом. И если вы помните, мне кажется, я последний раз говорил, что благодать, где нам взять благодать? А когда мы вот то, что у нас есть, практикуем, оно приводит нас в более совершенный возраст. Это духовный рост. И когда мы, помните, смотрели на жизнь апостола Паула, Он хвалился, ну, я больше всех апостолов потрудился, А потом Павел говорит, нет, извините, не то сказал. Это не я потрудился, это благодать, которая во мне. Когда мы приняли спасательную благодать, Растем, она нас учит. Мы ее практикуем. И поэтому эта благодать нас ведет на большие подвиги. И мы приносим для Бога много плода. Не потому, что мы такие хорошие. Потому что Божья благодать в нас, она это делает. И все-таки, где взять эту благодать больше? С одной стороны, это очень сложно, а с другой стороны, это очень легко. Скажите, пожалуйста, как легко ленивому что-то сделать? Библия говорит, что ленивый ленится протянуть руку для того, чтобы взять пищу и положить себе в рот. И когда вы ему поручаете что-нибудь сделать, у него очень много разных как по-русски извинений. И он говорит, я не могу куда-то идти, что-то делать, потому что лев на улице, медведи ходят. Нет, я никуда не пойду. И тому подобное. Вы понимаете, о чем я говорю. Понимаете, Бог дает человеку благодать. И человек может ее взять, принять и жить этой благодатью. И просто единственное, не ленись. И что-то будет. Почему я взял это такой простой пример? Потому что нам Иаков говорит, что благодать получается очень легко. Смирись и получишь. Попробуй гордому смирись. Что не ленивому что-нибудь подняться и сделать, то гордому смириться. Но как раз вот гордость, это одно из тех вещей, что очень легко потерять благодать. Господь наполнил нас своей благодатью. Мы сейчас, обновленные Господом, в такой горячей молитве, такая ревика просто из нашего сердца текла. И потом кто-то выходит, начинает хвалиться, как он там сказал какое-то слово, и как вот Дух Святой пошел там, потому что он, я там, махнул рукой. Как только я положил на него руку, он сразу упал. Я видел, как вообще действует благодать, и как легко и люди теряются. Так получилось, что пришли на репетицию, было немного людей, и просто начали молиться. И просто вот как будто все небо пришло к нам на это место, и так, вообще мы так, вообще наполнялись Господом. Но буквально потом, после этого, зашли в один дом, пообщались, поговорили, пошутили, посмеялись, и слушая, опять говорит, давай будем молиться. Ничего нет. Никто не грешил. Никто ничего плохого не делал. Никто ни порнографию не смотрел, ни анекдоты не рассказывал. Куда девалась вот та молитва, которая была час назад? Просто-напросто расплескали. Просто-напросто, просто поговорили о ни о чем. Я помню, в одном собрании, один человек, каждый воскресенье выходил, чтобы за нему молиться. И он действительно, как будто, вот, переживал Господа. Всегда, когда за нему молились, он там так радовался в Боге. И потом одна сестра не выдержала, говорит, пастор, не молись за него. Это дырявый сосуд, да сколько они леют, он все равно все потеряет. Потому что легко потерять то, что Бог дает. Но когда мы смиряемся, тогда Господь что-то необычайное делает среди нас. Еще одно предупреждение по поводу благодати. Помните, мы, кажется, в прошлый раз с вами смотрели Евреям, 12 глава. Смотрите, чтобы какой горький корень не возник среди вас, и вы не лишились благодати Божией. И в следующем стихе там перечисляются грехи, которые влияют на благодать. Но вместе с тем мы не можем покаяться, если Господь не даст благодать. Ну, я понимаю, Господь нас помиловал, и никто, я верю, я так думаю, что никто из нас никакими серьезными грехами не грешит. Я смотрю вас сейчас, как на самых святых сыновь и детей Господа Иисуса. По крайней мере, я хочу, чтобы мы все такие были. А как нас по поводу обид? Вот когда нам что-нибудь сказали, вот как мы реагируем? Мы легко обижаемся или, ну, пролетать между ушами? А как по поводу зависти? Сергей Витюков как-то выделил пример в другую ситуацию. Говорит, вообще-то из нашей команды пришла одна сестра поговорить. Говорит, я хорошо ее знал, я знал всю ее семью, я вообще знал, скажем, всю ее подноготную, и мне было легко, открыто с ней общаться. Вообще, скажем, у нее были какие-то, ну, чуть-чуть как будто натянутые отношения с ее мамой. И когда я спросил, в разговоре, когда я спросил, как у тебя дела вообще с завистью? Она говорит, Сергей, ну ты же знаешь, я простой человек, у меня никакой зависти. Но, говорит, я вообще спросил по поводу зависти от побуждения, не просто так, что я что-то знал. Но когда мы, говорит, начали там копать чуть глубже, и она задумалась. Ну, говорит, после нашего разговора, потом я попросил ее сделать некоторые практические советы. И когда все-таки она себя пересмотрела и поговорила с мамой, Бог освободил ее. Давайте скажем так, мы всегда в наших глазах правы. Но если какая-нибудь, ну, малейшая там, что-то у меня есть за мной, то все равно это не настолько много, плохо, как, скажем, у него. Да. Даже если я вижу себя, это не так плохо, как этот человек. То, когда мы приходим в присутствие благодати, вот только тогда мы начинаем замечать, что оказывается у меня не белый костюм, а в клеточку. И поэтому, друзья, дорогие, моя позиция всегда, я побуждаю вас, пожалуйста, всегда не просто одну помолиться, а искать Божьего присутствия, Божья благодать. И потом, в том же 12 главе, там Библия говорит, что очиститься от всяких мелких наших недостатков. И там написано четко, ясно, отверните всякий грех, запинающий наш грех. Итак, отвернем в себя всякое... The sin which so easily entangles us. Отвернем в себя всякое бремя и запинающий наш грех. Бремя — это то, что нас удручает. Первый стих, 12 глава. Например, вы что-то делаете на кухне, и у вас, ну, естественно, на руках какая-то мелкая грязь осталась. Но не то, что ваши руки полностью грязи, но там какие-то мелочевки приклеились. И вы открываете кран и помыли руки. Но там в вашем умывальнике там есть сеточка, которая все вот такие чуть-чуть потолще кусочки, она сдерживает. И потом у вас как будто руки чистые, смотрите, сколько там она собиралась. Если вам надо хоть это собрать и выкинуть в ведро. И получается, запинающий наш грех — это вот такие мелочевки, которые к нам приклеятся просто в период жизни. Вот там позавидовал. Вот на того обиделся. Ну, того осудил. Ну, вообще, ну, смотри, ну, вообще, на кого он похож? Да он же ничего не может, а куда он лезет? Ты знаешь, еще даже пришел меня обличать. Я вообще хотел поставить его на место, но потом, да ладно, пусть Бог сам с тобой разбирается. И смотрите, вот эти вот, скажем, мелочевки такие, а потом ты приходишь, хочешь с Богом поговорить, а у тебя что-то отношение испорчено. Я думаю, что вы заметили, что молитва или общение с Господом через молитву — это не просто нажал кнопку и уже все получилось. Это не просто потому, что ты сказал какое-то волшебное слово «Во имя Иисуса!» и все, и ты уже перед белым престолом ты уже летаешь, как ангел. It's not like this magic word in the name of Jesus and you're suddenly flying in the throne of Christ. Извините, знаете, какое самое волшебное слово особенно при Богом? Два человека пришло в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Господи, Ты знаешь, что я хороший. Я два раза в неделю пощусь. Я даю десятину. Ну, я вообще столько молюсь себе, Господь. Ну, Господи, ну, Ты знаешь, я намного лучше, как Он. Он говорил правду, он не обманывал. Он ничего плохого не сказал. И вот тот, он стоит и тихонько, помилуй меня, Господи. И Бог говорит, что этот второй вышел из храма намного более оправданный Господом, как вот тот непорочный. Отвройте, пожалуйста, евреям, 10 глава. Чтобы мы много текста не читали, давайте выборочно будем. I'm not going to read the whole scripture, but verse 3. Но жертвами ежегодно напоминается о грехах. But in those sacrifices there is a reminder of sins year by year. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. But it's impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Восьмой стих. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесражения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил. After saying about sacrifice and offerings and the whole burn offerings and sacrifice for sins you have not desired. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божия, отменяет первое, чтобы постановить второе. Then he said, behold, I have come to do your will. Take away the first in order to establish the second. По этой-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 14-й стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенных, совершенными освящаемых. For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified. Об этом свидетельствует вам и Дух Святой. And the Holy Spirit also testified to us after saying 17-й. И грехов их, и беззаконий их не воспоминут более. And their sins and their lawless deeds I will remember no more. Now, where there is forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin. Вообще идет речь о Ветхом Завете. Бог дал закон, Бог дал букву. God gave law, the word. И четкое предписание. And clearly His law. И когда человек поступал по этим всем инструкциям, было все хорошо. Но, в принципе, пока человек принес эту жертву, он получил такое духовное удовлетворение. Но буквально через очень короткое время у него опять ограждение совесть его начинает. И он опять приходит в храм и говорит, Господи, опять прости. И поэтому Христос этот закон пришел и просто исполнил и сказал, все, И взял свое тело и оставил на Голгофе для всех последующих поколений и сказал, не надо мне вашей больше, ни крови, ни козлов, ни ослов, ни никого. И сейчас приди ко мне и прими это верой. И когда мы это делаем, мы как будто все всегда все правильно делаем. И как-то в один момент у нас все получилось, мы пережили очищение, освобождение, мы свободны от греха. Бог дал нам свою спасательную благодать. Тогда получается все-таки что такое эта благодать? Смотрите, есть то, что мы делаем с нашей стороны. И есть то, что Бог делает с Его стороны. И в момент моего покаяния я признаю себя грешником. Бог дает мне свою благодать. Дает мне свое прощение. И когда приходит прощение, приходит перемена жизни. Покаяние без перемены это не покаяние. как раз Бог пришел для того, чтобы изменить мир. Когда мы признаем грехи наши, исповедуем грехи наши, Он, будучи праведен, верен и праведен, прощает нам беззакония наши, снимая с нас в лохмоте греха и беззакония, одевает нас в одежде праведности, и говорит, иди и делай то, что ты должен делать. И когда мы выходим от Господа, вообще от Господа мы не должны никогда выойти. Когда мы выходим с молитвы дома, нам не всегда удобно ходить в одежде праведности в этом мире. Мы будем белая ворона. Мы всегда будем по-другому понимать. Мы всегда будем идти против течения. А это сейчас невыгодно. Сейчас все говорят, что вот это белое. Ты тоже говоришь, что это белое. Если ты хочешь остаться в Божьей благодати, у тебя никогда рот не откроется сказать на черное, что оно белое. Поэтому сейчас много проповедников сказало, но это не совсем черное, может не совсем белое, скажем, что это серенькое. Но у Бога такого цвета нет, извините. Получается, Христос отдал себя за нас. как сегодня Женя говорил, что Бог не должен было этого делать. Но Иисус так возлюбил нас. Он сказал, Господи, я иду умру за них. И получается, когда мы приходим к Богу и говорим, Господи, прости, Он нас прощает. Но есть люди, которые одно, что поют, Господи помилуй, Господи помилуй. Окей, но Бог же не глухой. И извините, Он понимает, если Сын попросил помилуй, прости, помилуй, Он прощает. Ему не надо десять раз говорить. Это нам надо десять раз, чтобы мы что-то услышали. И поэтому, если ты веришь, что Бог прощает достаточно одного раза, прими это прощение. Согласи, что за твой крех действительно умер Иисус Христос. А вот сейчас идет следующее и легко, и трудно. Девятнадцатый стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святую и святых посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водой чистою. Подчеркните тринадцатый стих. Verse 23. Underline the verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wearing. For he who promises faithful. Вот 24 стих как-то уже так как будто будем внимательны друг к другу почти к любви и добрым делам. And the 24 is like and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай. Not forsaking our own assembling to gather as the habit of some. И опять идет речь о отношениях. And again it talks about relationships. Но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривается приближение дня того. С одной стороны это легко, с одной стороны это трудно. Вера нам дает дерзовение идти к престолу благодати. Но есть, говорит, если бы не мы грехи, я бы давно уже в небе был. Как ты только хочешь что-нибудь пробраться, а тебе сразу там дьявол по плечу, а помнишь ты там что-то сказал? А ты помнишь, что ты смотрел? А ты помнишь, что там неправильно что-то лежало, а ты хопь его все без себя в карбан. Господи, да я же ничего не украл. Ну, там кто-то потерял, я поднял, чтобы никто не украл. А то еще кто-нибудь украдет, лучше пусть у меня в кармане будет. И вот эти вот такие мелочевки, они нас сразу остегивают, ты куда к престолу благодати? А ну назад возвращайся. Но Бог говорит, давай с дерзновением, давай вставай, идем к престолу благодати. И помните, мы смотрели на 24 стих. Будем внимательны, поощрять друг друга. Человек веры смотрит на другого человека, тоже ищет веру. Человек веры смотрит на другого человека и ищет в нем веру тоже. И поощряет его, слушай, идем. Он тут говорит, ты знаешь, не могу. Не вставай, не вставай, идем. Человек с сомнением, он больше ищет тоже сомнения в каком-то другом. Помните, как в этой русской пословице, рыбак рыбака видит издалека. И поэтому поощрение, идем, идем к престолу благодати. И когда мы стоим в вере, тогда нам намного легче разбить твердыни дьявола, которые он пытается в нашем голове организовать. Так, как мы все-таки говорим о благодати, потом с 26 стиха там идет речь о сознательном грехе. Это когда человек понимает, что он сейчас это делает и идет прямо против Бога. Обратите внимание на 29 стих. То сколько тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божья и не почитает за кровь, за святыню кровь завета. How much severe punishment do you think he will deserve who has trampled trampled under foot the Son of God? Который освящен и Духа благодати оскорбляет. He has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the spirit of grace. Вчера в нашей стране праздновали Halloween. И скажем, вообще весь октябрь как-то люди готовились к этому празднику. я захожу в одну компанию, я знаю, что там немало работают христиан. Зашел, а там надо между паутинью пробираться, пока дойдешь. И я спрашиваю эту работницу, а она христианка, кто понавешивал этого всего? она говорит, это фан, это ну, что здесь плохого? Ты че, верой берем? Я говорю, ну ты же христианка. Да, я христианка, но это фан. И вчера, в принципе, как я смотрел, как некоторые люди радовались этому празднику, приглашают к себе, раздают конфеты. Конечно, если мы понимаем, что мы делаем, что это сатанинский праздник, но мы все-таки этот праздник празднуем, а потом приходим и хотим какой-то еще благодати, я знаю, что Бог милостив. Если покаемся, Господь даст свою благодать. Но мой призыв, друзья, мы как церковь, мы не можем играть и Богу, и дьяволу. Ты скажешь, может, в израильском народе было такое, что они ходили в храм, поклонялись Господу, но у них еще были высоты. Да, они выходили на высоты, поклонялись там еще своим башкам. Но Бог говорил, если вы их не уничтожите, они вам будут сетью. Почему сегодня христианская страна, в принципе, получается, лезть в такую долговую яму? это получается как раз вот та сеть, о которой говорил еще Бог в Ветхом Завете. Почему сегодня христиане поднимаются и падают, и как-то никак не получается стабильно идти за Господа? Смотрите, а что хочет сделать Господь? Look what Jesus is trying to do. 35 Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Черпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не замедлит. Праведный веру жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не испоколеблющиеся на погибель. Но стоим в вере на спасение души. Вера же осуществляет уверенность в невидимое. Now the faith is assurance of things hope for and conviction of things not seen. Хорошо, теоретически как будто я объяснил все, как будто все хорошо. тогда все-таки практически что такое благодать. это наша вера. Это наша покаяние наша вера после покаяния стремление к Богу больше, ближе. наше очищение перед Господом. И мы не просто желаем исполнить какую-то букву, какой-то закон. Не просто мы говорим наши дежурные фразы, которые мы всегда говорим. Но это любое наше стремление к нашему Господу. Мы можем любить, а мы можем страстно любить. люди говорят, ты знаешь, я так верил, а Бог меня не услышал. Я верил или я просто хотел, потому что мне это хотелось. И когда у нас есть действительно это страстное желание к Господу, то следующий шаг нашей веры это будет действительно Божий ответ. Не Божий ответ на то, что я Богу указывал, чтобы Он мне сделал. Как Жаня не говорил, я сделал такие планы, а вообще Господь распорядился совсем по-другому. А это просто-напросто Божье присутствие в том месте, в то время. Очень важно, когда мы бодрствуем. Сейчас, особенно в интернете, очень много разной информации. приходит текст месседж в Пасхистане там убили 2000 христиан и сейчас там идут следующие христианское село вырезать. Церковь, поднимаемся быстро на колени всем, молимся. Защитим в духовном плане вот там ту страну или там этих христиан. кто-то умный взял, просмотрел и говорит, эта информация уже была десять раз. Десять лет назад много раз уже показывали ее. Говорит, ну что плохого мы делали, когда мы молились? Ну а почему мы не молились без таких лжеинформаций? Смотрите, а что делает благодать реальная в нашем сердце? Мои ребята Богдан с Давидом поехали еще с одним человеком на рыбалку. А я здесь в городе занимаюсь своими делами и просто ну нету покоя внутри, просто побуждение молиться. я хожу просто что-то делать у меня не получается желание молиться, я молюсь, Господи, ну в чем дело? Я не знаю за кого, не знаю что, но взываю к Тебе, Боже, помилуй. Они на второй день приехали и спрашивали, как дела? Все нормально? Потом через пару дней они рассказывали, что было. Говорит, мы этим кораблем то вообще на горе, что все море внизу, то мы в какой-то яме, что все море над нами. А с ними был еще один родственник этого хозяина корабля, такого невысокого роста и такой кругленький. Говорит, когда корабль идет на гору, то он котится от носа в зад. А когда сгорит, он в другую сторону. На следующую неделю мы этой лодке выехали здесь рядышком на Шримпе. Минут сорок мы отплыли от берега и у нас мотор полетел в этой лодке. У них нету кикера запасного мотора. у них нету не было в лодке ни весла, ни свистка, ни сирены, ничего не было. Дух Святой побуждал молиться, когда они были в большой опасности. Когда мы послушны Божьей благодати. Это самый сильный сигнал в любой ситуации. И таких примеров очень и очень много. Пожалуйста, будь чувствительны к Божьей благодати. Сделай, чтобы твои уши всегда были открыты, что Дух Святой говорится. Я хочу сейчас с вами помолиться. Я хочу, чтобы мы вместе покаялись. когда Господь говорил, а мы не хотели слушать. Когда мы ленились сделать то, что Бог говорит. Давайте попросим Бога, чтобы Господь прочистил наши уши. и чтобы мы делали то, что хочет Бог. Чтобы у нас было всегда дерзновение идти в Святой и Святых. Чтобы мы не жили инструкцией, никакими-то волшебными словами, выражениями. Господь, вот я и вот ты, вот наши отношения. Иди мне, Владыка, так, как хочешь ты. И самое главное, помоги мне, Господи, сделать так, чтобы у меня всегда был свободный вход во Святое Святых. Чтобы я с огромным дерзновением всегда мог прийти к Тебе. Вы готовы так молиться? Аминь. Или я вас так усыпил, что... Болимся, дорогие.